В этом году 5-я средняя школа отпраздновала пятилетиеся дня присвоения ей имени генерала армии, командующего воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. По случаю юбилея в образовательном учреждении были проведены урок мужества с Героем России и торжественная линейка. Андрей Вишневский с подробностями. В истории воздушно-десантных войск, да и в Вооруженных Силах России, имя Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова останется навсегда. Он олицетворяет целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с ним связаны их авторитеты и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому далеко не случайно имя Василия Маргелова 5 лет назад было присвоено средней школе. С 2016 года в ряды юных десантников вступили 180 ребят. На территории школы был установлен памятник Герою, был создан военно-патриотический клуб «Юный десантник». Проводятся встречи учащихся с ветеранами ВДВ. Вот и в праздничный день сюда приехал Герой Российской Федерации, майор Запас Эдуард Цеев. После завершения учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище он служил в Закавказском военном округе. Герой России рассказал о боевых действиях, за которые он был удостоен высшей награды нашей страны. Он участвовал в отражении нападения чеченских боевиков на Дагестан в 1999 году. Проявляя исключительное мужество и отвагу, находился в боевых порядках подразделений, там, где было наиболее трудно и опасно. После своего выступления Герой России предложил ребятам задать вопросы, чем они воспользовались. Их интересовало буквально все, и они получили подробные ответы. У нас есть негативный опыт 90-х годов, когда родители занимались, будем так говорить, выживанием, зарабатыванием денег. Государство на тот момент отвернулось от молодежи, от воспитания молодежи. Вот, если мы не будем заниматься воспитанием молодежи, то святое место пусто не бывает. Воспитание мне, я вам Америку не открываю, а воспитание – это комплекс мероприятий, совместных мероприятий. Начинается в семье, школа, вы, как средства массовой информации, с вас тоже ответственность никто не снимает. Мы ветераны, и если мы будем сообща работать над этим, я думаю, у нас молодежь будет золотой просто. Председатель организации ветеранов ВДВ Славянского района Олег Шаров рассказал о своем опыте службы, который был интересен для ребят. Было вдвойне тяжелее нагрузка, вдвойне, потому что все, говорили так, прольете больше пота, прольете меньше крови. Вот, и это правда. И я благодарен Господу Богу, что меня свел с моим командиром, вот, и он был, как говорится, у меня командир, учил родину любить. Память Василия Маргелова почти ли около его памятника, расположенного на улице Запорожской. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко отметил, что большая патриотическая работа, проводимая в пятой школе, доказывает, что она не зря носит имя десантника номер один. Очень приятно, когда мы встречаемся вместе и проводим такие серьезные и правильные встречи и мероприятия. Я поздравляю вас с этим событием. Вот, еще один год прошел, и школа действительно своими достижениями, своими успехами доказывает, что имя, которое ей было присвоено, оно присвоено не зря. Состоялось возложение цветов к бюсту героя. Затем в школьном дворе началась торжественная линейка, на которой после исполнения государственного гимна было внесено знамя воздушно-десантных войск. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сердечно поздравил всех собравшихся с праздником. С 78 лет мы живем под мирным небом благодаря нашим ветеранам, участникам войны, которые пали за освобождение вечной им память, а кто живой, вечная слава. Я хотел бы сказать, вот сегодняшнее мероприятие, пятилетний юбилей школы Василия Филипповича Маргелова, это на вас накладывает особое такое чувство ответственности. Всем вам крепкого здоровья, хорошей учебы. Хочу, чтобы вы занимались спортивной подготовкой, военно-прикладными видами спорта, и тогда у нас будет крепкое государство. Всего вам самого доброго. Директор школы Нина Катаева поблагодарила шефов учебного заведения за поддержку и большую военно-патриотическую работу. Благодаря помощи 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и ветеранским десантным организациям в школе был открыт памятник Василию Маргелову, созданы учебные классы с десантной направленностью. Я хочу выразить огромнейшую благодарность командованию 7-й горной дивизии за то, что вы ведете огромнейшую патриотическую работу. В наш век гаджетов и интернета нашим детям это просто необходимо. Поэтому хочется сказать, пускай процветает наша страна, наша школа, и мы дальше с честью будем носить высокое звание Василия Филипповича Маргелова. В этот день благодарственными письмами наградили тех, кто внес свой вклад в сохранение исторической памяти о ратных традициях и кто принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Прозвучало много добрых слов в адрес 5-й школы, а ее музей пополнился подарками, ценными книгами, посвященными российским десантникам. Военный десантный оркестр приготовил для всех участников праздника свой музыкальный подарок. В ходе показательных выступлений десантники продемонстрировали слаженность, отличное овладение оружием и приемами рукопашного боя, умение противостоять превосходящим силам противника, волю к победе. Зрители горячими аплодисментами поддерживали выступления военнослужащих. Большой интерес у учащихся вызвала выставка вооружения и снаряжения воинов-десантников. Ребята были очень рады, что побывали на этом незабываемом мероприятии, узнали много нового и очень нужного для них. Мне очень сильно понравилось мероприятие, могу сказать, очень было интересно смотреть на оружие, разновидности. Оружейник очень-очень заценил. Например, СВ-98. Но это не главное. Главное побывал у нас герой России и рассказал нам свой жизненный опыт, жизненные ситуации и военные ситуации. Рассказал, какие были в нем бои и как проводились некоторые операции. Мне понравилось выступление десантников. Очень было интересно. Я очень рад, что нашей школе присвоили имя, звание Василия Филипповича Маргелова. Я горжусь, что я учусь в этой школе и горжусь, что я участвовал в этом мероприятии. Мне понравилось выступление десантников. У них все прошло красиво, слаженно. Мне хотелось бы стать похожим на них. Сегодня особенно важно, чтобы молодежь больше знала о таких людях, как Василий Маргелов. На примере его мужества, служения Родине, вырастают достойные граждане нашей страны. И недаром учащихся школы называют маргеловцами. Они с честью носят имя легендарного военачальника. Патриотам невозможно стать по приказу. Любовь к отчизне воспитывается с самых юных лет. И очень важно, когда это высокое чувство укрепляется на жизненных примерах и живет в реальных делах. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».